Всем привет! За окном у нас зимняя сказка. Наконец-то все засыпало снегом, но нашу машину засыпало тоже. И Костя побежал ее расчищать. Ну что, вот как выглядит собранный нами центр. Горку можно убрать, пока она нам не нужна, поэтому я ее сейчас уберу. Мы ее поставили только, чтобы показать вам. Вот здесь такая специальная штучка, чтобы ходить к горке. Ее мы тоже снимем, досочку эту, и горку уберем. В чем и прелесть этого центра, он постоянно трансформируется. Получается, что его можно использовать как хочется. Вот смотрите, к примеру, можно повесить качельку и качать ребенка. Можно качельку снять. Можно теперь на место качельки повесить веревочную лестницу, например. Можно их, конечно, расположить и сразу на этом комплексе, но это мы сделаем позже, когда Алисе это действительно будет надо. Пока нам все, что нужно, это вот эти кольца. Мы их повесим ниже, и Алиса будет лежать, за них браться и пытаться вставать. Так он используется с 4 месяцев. Видите, внизу матики есть, которые мягкие, безопасные. Если ребенок упадет, он не ударится. Некоторые подписчики думают, что мы делаем рекламу, мы не делаем рекламу. Мы сами купили этот центр. И почему мы выбрали его, я вам сейчас объясню. Вот мне некоторые пишут, у вас мало места в квартире. Во-первых, посмотрите, он реально занимает немного места, но в то же время он довольно вместительный. Мне этот центр понравился именно возможностью трансформироваться. Я могу из него сделать манеж для Алисы. Пока ей еще нет полтора года, она в этом манеже будет прекрасно помещаться. И его еще и можно заполнить шариками. Смотрите, мы сейчас специально для вас покажем, как мы это сделаем. Центр переворачивается. Вот его Костя перевернул. И у нас уже практически есть манеж. Видите, похоже на детскую кроватку. Здесь уже для Пола есть два других матика. Видите, такой формы. Все продумано. И чтобы этот манеж стал совсем хорошим игровым детским манежем, мы купили дополнительный чехол. Вот этот чехольчик. Помните, мне так понравился барашек. Сейчас распечатаем и попробуем. Мне это очень интересно, как это получится. Это на какую-то одну стенку надевается, а это, наверное, на все остальные. И вот в этот чехол, по идее, вставляются матики, чтобы ребенок не ударился об вот эти штуки. Короче говоря, я не могу вам сейчас показать полностью, как это будет. Вот надевается сюда чехол. Внутрь в эти чехлы вставляются маты, чтобы Алиса не ударилась, когда будет играть. Но чехол я не могу надеть по той причине, что мы с Костей поспешили. Мы купили дополнительно сетку. Вот эту канатную сетку мы купили. И мы ее сразу повесили. Хотя ее надо вешать уже для такого ребенка, которому манеж уже не нужен, понимаете. И получается, чтобы поддеть чехол, эту сетку нужно снять. Мы ее, наверное, снимем и спрячем, поскольку она пока действительно не нужна. И наденем сюда чехол, сделаем манеж. Потом можно еще докупить шарики, накидать их в этот манеж. Получится сухой бассейн с шариками. Вообще будет красота. Смотрите, я в интернете нашла видео, как люди тоже собирали на вырастайку вот этот чехол надели, сделали манеж, засыпали шариками. И в каком восторге их ребенок. Зарылся в эти шарики, так что его вообще полностью не видно. Одни только колени торчат. Чаикули у нас торчат. У нас еще есть масса всего дополнительного. Вот, например, чехол театр. Надеваем этот чехол, и можно показывать кукольный театр. Или вот чехол, называется цирк. Игровой чехол цирк. Вот так надеваешь его вокруг этого центра, получается домик, палатка. Есть канат. Есть вот такая просто палочка. Я не знаю, как это правильно называется. Сейчас посмотрю. Не вижу. В общем, палочка, которая на веревочке цепляется. Тарзанка, что ли. Можно руками за нее браться, можно на нее садиться. Вот. Потом я еще купила вот такой диск. Тоже на него садишься и качаешься. Есть гамак. Можно повесить гамачок, и ребенок в нем будет лежать. Есть еще сидячий гамак. Где-то там у меня на диване. Мы его еще не распаковывали. Есть массажная дорожка. Эта массажная дорожка просто стелется. Набиваешь ее, я так понимаю, крупами разными, и ребенок ножками по ней ходит. Здесь замочки. В каждом отсеке свой замочек. То есть разной крупой можно набить. И вот такой есть еще игровой чехол Космос, который превращает эту конструкцию в ракету. Но пока это нельзя показать, потому что это конструкция до 5 лет, которую мы сейчас собрали. А чтобы ее сделать до 10, мы купили дополнительно модуль. Этот модуль ее вот так увеличит вверх. То есть еще трубки доставятся. И вот эта ракета, она идет как раз уже на увеличенную. Вот эту конструкцию. То есть на увеличенный модуль. Ну, когда-нибудь мы вам это покажем. Ну что же, я считаю, что наша покупка очень удачная. Потому что это одновременно и манеж, и игровой домик, и спортивный центр. Тут все, что хочешь. И качелька. И занимает достаточно немного места. Даже в нашей квартире, где нас живет очень много, нам сложно расположиться, оно как бы мешать не будет. Потому что здесь есть свободное место, и мы все равно ходим мимо. Как бы мы в этом месте все равно не ходим. Здесь раньше стояла когтеточка у нас кошек. Мы ее просто переставили туда, ближе к балкону. Там тоже есть место как раз для нее. И в принципе, никому дома этот центр не мешает. Ну, в будущем мы сделаем ремонт. И может быть расположим его как-то там. Вот эту Настину стенку мы, может быть, кому-нибудь отдадим. Может быть, брату моему для Даши. А туда, может, как-то расположим это. Сделаем какой-то детский уголок для Алисы. В общем, будем думать. Но мы довольны этой покупкой. Все довольны. Никто не ворчит, что здесь места мало стало. И даже Катя завидует. Она говорит, я тоже такое хочу. Можно, говорит, я там на матах буду спать. Сделайте мне домик, наденьте игровой чехол, я там буду спать. У Кати в детстве такого не было. Мы очень счастливы, что смогли это купить Алисе. И где мы это все купили, я вам оставлю ссылочку. Это завод производит, называется Спартана. Комплекс этот называется Вырастайка. Еще у них есть комплекс Ранний Старт. Но мы остановили свой выбор именно на этом. Потому что здесь, как вы видели, вот такая пластмасса сверху железа. По ней не холодно лазить, хоть зимой, хоть летом. И она такая удобная, продуманная. Мне кажется, что это уже такой более усовершенствованный комплекс. И мне очень понравился. Сегодня я уже с сумкой от коляски, перчатка. И все так хорошо присыпала снежком, и он уже немножко тает. Можно лепить снежки, снеговиков. Самая такая погода для этого, 0 градусов. Такой воздух чистый, когда снег под ногами скрипит. Классно. Даже почтовый ящик замело. Вчера была метель. Костя удивлен, его жена начала ходить с сумкой. Но мне такая сумка нравится. Потому что она огромная такая. В нее все можно вместить, что угодно. А маленькие женские сумочки, что туда уместишь? Расчетку да помаду. Которую ты и не носишь. Ну да, у меня естественная красота. И я не особо крашусь. Уже, конечно, пора, наверное. Многие женщины меня не поймут, которые привыкли краситься постоянно. Но я за естественную красоту настолько долго, насколько это возможно. Что ты об этом думаешь? Судя мне не увлекать, дорога ужасная. Заносит машину. На дороге все вот такое растаявшее, каша. Мы сегодня на массаж выехали немножко пораньше, потому что дорога плохая. Едем медленно. А вот здесь у нас какое-то озеро, которое осушили. И оно так пустое стоит. Прям посреди города вот такое озеро какое-то. Сегодня взяли коляску. Решили еще время есть, пусть Алиса побесит воздухом. Смотрите, вот полный комплект. Рукавицы, сумку повесили на коляску. В полном комплекте все как должно быть. Красивая у нас коляска все-таки. А покрышки зимние? Не знаю. Только Косте не нравится, что на розового цвета. Как в мужчине. Вот видите, как в нормальных больницах делают. Очень легко подняться с коляской. И ширина дверей позволяет пройти с колясочкой. Вот написано, даже место для колясок. Вон написано, место для колясок. Коляску оставим здесь. А вот пеленальные столики здесь не предусмотрены. Все, мы уже отмассажировались. Собираемся ехать дальше. Наверное, в эпицентр, да? Ты не против? А мне нужен контейнер. С меня уже смеются, что я в каждом видео контейнеры покупаю. Но мне он действительно нужен. Мне некуда лего-конструктор сложить. Поедем, Алиска? Погуляем? Ты с коляской. Да? Только давай, только контейнер, только масло. Нет, мне еще кое-что надо, чуть-чуть. Я там вспомню. Плечики надо было настискать, ты помнишь? А что-то еще надо было. Костя, а что за масло? А зачем оно нужно в машину? Для автомобиля. А. Капец, какой здесь выбор для машин всего. А это что такое, автомобильный скотч? Или что это такое? Похоже на скотч. Смотри, какие прикольные контейнеры. Вернее, корзиночки. Для того, чтобы вещи складывать. И, наверное, такие тоже возьму. И под лего возьму прозрачный. Вот такой длинненький. А, еще вот такой возьму. Удобный тоже для таблеток и для чего-то еще. Что-то улыбаешься. Может, нам дешевле было оптом на каком-то сайте заказать. Сразу 100 штук. Что мы под... Процесс выбора крышки для контейнера у нас занимает тоже очень много времени. Закрытие одной нормальной крышки. Какие-то грязные с разводом или поцарапанные. Я же хочу пару. Ну, это еще более-менее. Надо проверить, чтобы он закрывался. Ну, если тут не найдешь, поедем еще в один магазин за крышкой. Покойно. Ты прикалываешь? Так, мы набрали на отдел с пюрешками, кашками. И возьмем, попробуем, Алисе, пюрешки какие-то. Вот, гербер, цветная капуста, яблоко. И вот есть еще кабачок. А кашу, кажется, нам вот такую рекомендовали. Милупа. Вот овсяная 6+. Так, а еще одна... Рисовую не будем, да? Ой, нет. Кукурузная рисовая с бананом. Не, наверное, пока начнем с овсяной. Попробуем вот эту овсяную кашку сделать. Ну, это жак. Короче, мы совсем запутались. Здесь написано 6+. И вот есть каши, которые 4+, но они гречневые. А нам, врачи говорила, начинать с овсяной. Взять, что ли, гречневую. И есть, вон, написано, прям для початку прикорму рисовая. Рисовая каша. А овсяная идет уже с 6 месяцев. Почему так? Купив кашу, мы с Костей отправились на поиски тарелочки для Алисы, которую мы будем эту кашу делать. И вот мне понравился такой вариант. Тарелочка с ложечкой. Я смотрела, есть ли на тарелках пищевые знаки. Ну, то есть, можно ли в них горячее наливать, употреблять пищу. Вот это прикольное. Только вот знать бы, можно ли в них горячее наливать. Внизу есть значок, вот, рюмка с вилкой. Видно, что это пищевой пластик. Вот только выдерживает температуру. Мне этот вариант нравится, кстати. Потому что просыпал, закрыл, ничего не прольется. Ничего, никакая гадость не попадет в мисочку. Потому что с крышки. Классный вариант, по-моему. И ложка хорошая. А это вот с присоской. Можно ее, вот, когда стол, стульчик купим, можно на него присоской прилепить, и он будет крепко держаться. Лизька, мы тебе там покушать уже купили. Кто проснулся? Ты уже кушать хочешь, да? Малыш. Все, накупили мы опять целую тележку. Ты вырастешь шапоголика, как сама. Ого, я хотела сказать, растим шапоголика. Потом мы зашли в такую мини-столовую в эпицентре. Там очень вкусно готовят. Такая домашняя еда. И, кажется, Алиса тоже хотела бы ее попробовать. В итоге она поняла, что не дотянется, и стала пробовать свои пальцы. Как мило спят кошки у нас в комнате на кровати. Просто сама милота. Лизька, давай, нажимаем пуст. Будем их снимать. А Костя с Алисой готовятся снимать, как мы с Катей играем в шахматы. Вот на эту кнопочку давай. Позже. Смотри, она интересуется. Давай, нажимай. Давай, нажимай. Оператор наш, Юми. Все. Все, мы их снимаем. Так, шахматы у нас, конечно, старенькие, но зато любименькие. Ты хотела белыми? Я одни? Мне все равно. Так, ну что, белые ходят первыми. Давай. Это меня так когда-то учили в шахматном клубе, что сначала надо выдвигать коней, слонов, потом вот эту пешку. В общем, мы сейчас так и будем делать, как мы не учили в шахматном клубе. Сначала вышли кони. Сначала вышли кони. Бабушка от беднушки делает на ужин. Саша стучит. Решайся. Ты же помнишь в шахматах, если тронул фигуру, уже все, ей нужно ходить. Я такого не помню. Есть такое правило. Сделала ее. Тронула пешку, да? Ну ладно. Не, не, не. Тронула? Тро-тро-тро-тро-тро-тро. Я пойду. Вообще-то ты тронула пешку. Давай. Рокировочка. Хорошо. Ем коня. Ем коня. Окей, окей. Так, что мы дальше делаем? Выводим королеву. Давай тоже рокировочку. На всех пожарных. Не трогала, да? Нельзя выпить. Да, ну ладно, ходи уже. Сегодня у нас такой бонус будет. Давно не играли. Прозевала. Ты тоже. А-а-а-а-а-а-а-а. Ё-ка ламана. Нет, ну и такое бывает в жизни огурчени. Так уж не будет. А, будет все равно. Куда не поставлю, да? Почему? Сюда можно. Можно. разогналась вот так так ну коня мне убирать некуда конь пропал считали хотя бы возьму пешку давай как я этого ждала пока ты мне открыл не только я зеваю это конечно сказывается что давно не играли вообще почти побила ладно я знаю какие на эти наступление сделаю я тоже знаю какой то на меня наступление какой сейчас от этих тур короче сюда потом сюда там сюда вдвоем даже так как смело хорошо тут перехаживать можно уже кони не заметила кстати мы король сейчас очень стрёмно стоит если катина королева пройдет отсюда вперед он просто не сможет никуда отойти поэтому надо отодвинуть пешечку так беспонтово напала шах они не заметил ну тогда я уже сдулой конечно буду играть королем давай поставь мне эффектный мат если могу одним ходом это сделать пока не вижу одним ходом но ты можешь это во всяком случае быстро постараться сделать не тянуть резину кстати тут еще можно и не проиграть если она мне поставить ничью я еще могу и выиграть я еще лучше смотри сейчас уже мат одним ходом все смотри давай еще раз теперь я белыми или нет давай я черными мне нравится мне белыми в принципе тоже нравится если бы не вот этот конь панк слушай я знаю что нам надо себе подарить красивые шахматы хотя мне эти нравятся мы здесь писали корректором буквы потому что они были стерты я кстати никогда на них не обращала внимания я когда пошла в шахматный клуб тогда мне говорили типа записывать по этим шахматным кстати Катя хорошо играет не потому что была в шахматном клубе она в нем была в 4 годика и пробыла совсем недолго подняла 3 не ну наверное пару недель походили и то она на турнире и то она в 4 годика играла на турнире в шахматы и даже у кого-то выигрывала у большого кого-то потому что понимаешь у тебя математический склад ума тебе дается математика, шахматы зря ты это забросила конечно очень жаль ты сейчас была бы может известным шахматистом может я стану известной актрисой может ты можешь стать кем угодно как захочешь если сильно захотеть можно в космос полететь нет да нет посмотри на эти им вообще все равно что тут происходит Манюня особенно прибалдела у батареи посмотри на них видео как колбаска а ну маму выберем сюда ну все играем дальше да давай на скорость побыстрее расставить фигуру давай все нет мы не прем сейчас вообще я теряю фигуру я теряю фигуру опять позову давай доиграй элисик доиграй да элисик ладно ну Настя уже не смешно дайте доиграть смотри чтобы она ее в рот не взяла хорошо все она я выкинула хорошо я вижу сейчас сожжешь конечно так а чё что шаг чё что его не спасло я спасла да ну Настя она сейчас сейчас собьет отойди дай нам доиграть видишь не терпится ребенок Настя убери ее от шахмата пожалуйста давай чё ты мою вот такой вот ход удастся ли Кате спасти свою ладью пешки назад не бьют я что все забыла конечно нет фигня ну вариант хороший если б королеву кто-то мог защитить да 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 ты бы спасла ладью можно еще где-то на меня напасть вот так надо зачем ну а шо так если она не может бить у тебя на шо да вот так хожу элементарно ну что же наш длинный влог будем заканчивать а если вы хотите чтобы я вас научила играть в шахматы сняла про это видео напишите пожалуйста в комментариях всем спасибо что вы с нами и до новой встречи в следующих влогах и за новой встречи влогах и за новую встречи влогах